На днях RGD показала, как будет выглядеть обновленный Сапсан. Снаружи ничего не изменится, а вот внутри пассажиров ждет очень много изменений. Но почему об этом говорю именно я? Да все очень просто, потому что среди фотографий была замечена фотография детской зоны, где в специальном уголке было закреплено несколько консолей Nintendo Switch Lite. И, к моему удивлению, это вызвало некий резонанс в интернетах. И в основном почему-то негативные люди стали говорить о том, что вот, мол, опять Nintendo ничего не понимает, не понимает свою аудиторию, зачем-то пытается продавать Switch детям. И вообще, как бы Nintendo, так ты слона не продашь. Если честно, я был крайне удивлен такой реакцией, потому что, ну, немного не этого я ожидал от нашей околоигровой общественности. Поскольку мне всегда казалось, что в целом у Nintendo есть очень большой такой грандиозный план, которого она придерживается, ну и вообще, на самом деле, есть еще вариант, что Nintendo никакого отношения к этой новости вообще не имеет. Давайте поясню, что я имею в виду. Для начала о таком большом нинтендовском плане, что я имел в виду под этим понятием. Мне всегда казалось, что компания Nintendo, она пытается, ну, как-то вот максимально ассоциировать себя с видеоиграми. Как бы сейчас это глупо не звучало для компании, которая занимается производством видеоигр и игровых консолей. Нет, я сейчас немножко о другом. Вот стоит вспомнить начало нулевых, в частности, когда у нас стал развиваться интернет, и когда мы узнали, что когда у нас были популярные MP3-плееры, там, корейские различные, там, iRiver, какие-нибудь Sandisk Suns и прочее такое, в Америке вовсю доминировал iPod. И iPod стал именем нарицательным для MP3-плеера в целом. И не то, чтобы люди на тот момент ассоциировали iPod исключительно с устройством от компании Apple, нет. Скорее, каждый MP3-плеер для них был iPodом. Если задуматься, в нашем лексиконе тоже есть слова типа «ксерить», «фотошопить», которые образованы от брендов, и это вполне себе нормально. И не обязательно «ксерить» на «ксероксе», а «фотошопить» исключительно в «фотошопе». Это просто понятие, которое связано с определенной программой или определенным брендом, и все понимают, что это в отрыве от бренда. Именно такой подход, мне кажется, всегда исповедовала и Nintendo. Ну, по крайней мере, с момента прихода на западный рынок, где на момент выхода, собственно, Nintendo Entertainment System, все как бы начали называть вот это вот «давай играть в видеоигры», «давай играть в Nintendo». Опять-таки, это западный рынок, хотя, если задуматься, у нас было то же самое, но бренд был немножко другой, со слоном. Работало абсолютно так же. Смотри, что я принес! Ух ты, клинки! Выбираем игру! Давай вот эту? Давай! Поехали! Бенди, Бенди, мы все любим Бенди, Бенди, мы все любим Бенди, Бенди, мы все любим, Игром все! И лично мне кажется, что вот этот вот подход Nintendo, она до сих пор его развивает, в том числе и пытается развивать на нашем рынке. У нас, конечно, не очень хорошо сложилось с брендом Nintendo, Super Nintendo была очень дорогая, Nintendo 64 не было, Nessa тоже, Mario у нас выходил на Бенди. Именно поэтому, как бы, Nintendo, да, пришлось строить бренд с нуля, и консоли, которые выходили, но только Wii была популярной, но, как бы, ее у нас запомнили в первую очередь как Wii, а не как Nintendo Wii. Так что сейчас со свечом, мне кажется, это отличный подход для Nintendo окучивать именно новую аудиторию. То есть, да, покупать консоль все равно вынуждены родители, но представьте себе, Сапсан из Москвы в Питер, самый быстрый, это около 4 часов езды, и ребенок на 4 часа получает возможность играть, практически не отрываясь, там, допустим, в Super Mario Odyssey, в The Legend of Zelda, в любую нинтендовскую фестпати игру. А давайте не будем забывать, что в детстве у нас самые-самые вот эти вот эмоции запоминаются. То есть, не столько то, как классно тебе сидеть в поезде и играть в видеоигру, а именно вот тот экспириенс, то, что ты получаешь от этой видеоигры, те ощущения, которые ты получаешь от этой игры. В моем детстве у меня никогда не было Nintendo 3DO, но в школьные времена мы бегали в супермаркет и смотрели просто, как в демо-режиме крутятся ролики из фэмвэшных игр, и нам этого уже было достаточно. Если бы на тот момент нам дали бы контроль и рассказали, на, попробуй, поиграй, да любой бы из нас от счастья бы просто умер. Поэтому я считаю, что и здесь у детей все точно так же. Им просто дают попробовать, они пробуют, им нравится, они втягиваются, и да, начинают выпрашивать у родителей Nintendo Switch. И даже если это бесполезно, даже если родители не купят, они все равно запомнят, что была такая вот Nintendo Switch, на ней была игра там про Марио, про Линка, там еще там покемоны какие-нибудь. И вот лет через 15, когда эти дети сами будут зарабатывать себе деньги, сами смогут позволить себе все, что они хотят, возможно, тогда, скорее всего, они могут задуматься, что вот у меня в детстве вызывало эти самые классные ощущения, что мне так понравилось. Nintendo. Нинтендовское. Что сейчас есть нинтендовское? Вот это. Пойду и возьму. И как минимум у меня уже будет ощущение вот этого ностальгического чувства, и мне будет приятно, я хотя бы получу удовольствие от того, во что буду играть. На этом сейчас построена вся любовь вот западного рынка к Nintendo. Только появилась эта любовь в 80-е и начало 90-х, ну а у нас как бы это была любовь не к Nintendo, а любовь там к Dendy и к видеоиграм в целом. У нас же есть люди, которые до сих пор любят там вот желтые картриджи, именно стиплеровские консоли и прочее. Хотя все прекрасно сейчас понимают, что это был, в общем-то, фомиклоны, подделки и прочее, прочее. И все равно любят. И это нормально. Так же и здесь. Даже если у тебя этого не будет, ты все равно сможешь построить вот этот вот ассоциативный ряд. Видеоигры равно Nintendo. Собственно, вот такой, я считаю, план у компании Nintendo уже очень давно. Опять-таки, я, возможно, это все выдумываю и этого нет. Но вот такое вот у меня предположение. Теперь же ко второму пункту. Как Nintendo может вообще не иметь никакого отношения к вот этой ситуации? Да все очень просто. Если бы Nintendo приложила руку официально к вот такому запуску, то, скорее всего, мы получили бы уже некий пресс-релиз от Nintendo о том, что вот они совместно с RGD сделали вот такое вот дело. Потому что, ну, любая компания любит хвалиться своими, пусть и маленькими, но все же достижениями. А это, пусть и маленькое, но все же достижение. Но, возможно, все еще проще. Просто представьте себе, компания RGD делает ремонт, создает детскую зону и думает, что детям, современным, нужно какие-то электронные развлечения добавить. И можно, да, повесить телевизор, поставить PlayStation 4, например, и не париться. Но на одной PlayStation 4 на одном телевизоре, как правило, в большинство игр сможет играть максимум двое детей. Место это все занимает гораздо больше, розеток занимает гораздо больше, контроллеры разряжаются. Плюс ко всему есть очень важная проблема. Ты создаешь детскую игровую зону, а вот детских игр, рассчитанных на аудиторию, там, от трех лет и выше, на платформе не так уж и много. Тебе придется их искать, выбирать из чего-то, и это сложно. Тут ты натыкаешься на портативную консоль, которая маленькая, которых можно разместить несколько, чтобы несколько детей могли играть. Ты, возможно, начинаешь ресерчить дальше. Ты понимаешь, что эти консоли можно соединить между собой по Wi-Fi, и они могут играть между собой. Уже классно. Плюс ко всему, ты понимаешь, что каждая из этих консолей может предоставить ребенку возможность играть в разные игры. Вообще замечательно. В маленьком закутке у тебя там 4-5 консолей, 4-5 разных игр. Просто превосходно. Плюс ко всему, каждая консоль занимает по одной розетке. Ничего не разряжается, поскольку консоль подключена вот к этому вот стационарному замку. Вообще отлично. Ну и опять-таки, смотришь на библиотеку игр, а там каждая игра подходит аудитории от 3 лет и выше. Нам, конечно, приятно, мы взрослые люди, да, и нам приятно, что индустрия растет вместе с нами, и что мы получаем возможность играть в более современные, более серьезные видеоигры. Но не стоит забывать о том, что влюбились там и в видеоигры, будучи еще детьми. И нашим детям, или детям других людей, тоже нужно прививать любовь к видеоиграм через детские игры. А детских игр как-то больше не становится. И да, окучивает этот рынок именно Nintendo. Поэтому вполне возможно, что РЖД даже не потребовалось договариваться с Nintendo. Они просто пошли там в любой льдорадо им видео, там, да, блин, до сайт госзакупок и купили консоли, которые разместили в поезде и сделали уголок с видеоиграми. А Nintendo об этом даже и не знает. И да, это все действительно спекуляции и исключительно мои домыслы. Правда, я ничего точно с уверенностью сказать не могу. Но, опять-таки, я просто не понимаю, почему люди так негативно отнеслись к этому раскладу. Ведь это классно. Да, конечно, продавать консоль по-хорошему нужно родителям, потому что покупать ее своим детям будут родители, тратить свои деньги будут родители. Но именно дети должны понимать, почему они захотят именно эту игровую систему. А для этого они должны ее попробовать. По-моему, вполне логичный подход. Если же нет, то ваших мнений я жду в комментариях. Мне будет очень интересно узнать, что вы думаете по этому поводу. Ну и, собственно, я уж не знаю, успею ли я что-нибудь сделать до праздников. Поэтому пожелаю заранее всем хороших праздников. Поздравлю всех с наступающим Новым Годом. И все, что мне остается сказать, это только до встречи в новых роликах. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok